Туристские видео из Владимирской области получили всероссийские награды. В числе победителей ежегодного видеоконкурса «Дива России» фильмы цикла «Живая нить традиций». Они посвящены городам области, Киржачу и Коврову. Фильмы транслировались в эфире шестого канала. Вместе с героями, молодыми ребятами, зрители узнают историю городов Владимирской области, а также знакомятся с мастерами, сохраняющими народное творчество и традиции. Фильм про Киржач занял второе место в номинации «Туристские дестинации». Так называют территории, в которых есть всё для встречи туристов. Видеоистория про Ковров победила в номинации «Документальные фильмы. Культура». Для нас это большая удача, потому что в конкурсе принимают участие очень большое количество проектов. Причём проекты разного уровня и очень высокого уровня. И хочется отметить, что наши стильные, как мы считаем, они помогают формированию туристского бренда в нашей области Владимирской. Рассказывают о городах, которые, к сожалению, зачастую забывают, а они обладают большим потенциалом. В числе победителей и призёров из Владимирской области оказались коллеги с Петушинского телевидения и команда Музея Спиранского из села Черкутин Особинского района. Они тоже представили на конкурс несколько работ. Долго готовились, вынашивали идею. И мы, если честно, ожидали, что будет, потому что мы действительно очень старались. Мы придумывали, мы креативили, мы добавляли, убавляли. И в итоге получился вот такой продукт. Очень довольна, что она тоже это оценила. Село, простое село. И вот такая вот высокая награда на престижном фестивале Димы России. Мы участвуем уже четвёртый раз, и вот, наконец, такие высокие результаты. Мы очень рады, ну, просто счастливы. Много наград и даже гран-при фестиваля завоевали фильмы конкурсантов из Камчатки. Они прислали более пяти работ. Конкурсы созданы для того, чтобы со всех регионов люди показали свои красоты, показали какие-то исторические места. По крайней мере, Камчатка богата очень природными красотами и вообще людьми, конечно же, в первую очередь. Люди горят своим делом, они влюблены в то, что они делают, опять-таки, и рады, мы просто рады передавать всё, что у нас есть, чтобы другие люди загорелись, поехали и увидели действительно вот эту всю красоту. Конкурс Дива России проводится уже в восьмой раз. В этом году в нём приняли участие почти 1200 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, а также фотоработы. Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде. Участники из разных регионов страны не только пообщались друг с другом, но и поучаствовали в мастер-классах от экспертов конкурса. Маргарита Махрова, 6 канал.